Приветствую всех! У нас очередное видео о очередной победе. И о той победе, и о той тактике, как мы вам рассказываем, как мы ведем людей двумя путями, ускоряя результат. Подавая ходатайство на УДО, если отказ, подавая ходатайство на замену наказания, если отказ, обжалую два отказа. К слову сказать, до этого человек подавал ходатайство на замену наказания принудительными работами, получил отказ, подождал 6 месяцев, подавал ходатайство на УДО, получил отказ, написал апелляцию сам, потом обращился к нам, по нашей рекомендации написал ходатайство на замену наказания, пока мы обжаловали в Кассации. В Кассации дело выиграли, но в этот момент удовлетворили его ходатайство по замене наказания. Ну это 99% случаев так происходит, когда отменяется постановление Абудо и Нездрева рассмотрения ходатайства о замене наказания. Как правило, по замене наказания человеку применяют более мягкое наказание. Дело очень простое, конкретно для нас. В таких делах мы даже даем гарантии возврата денег, если у нас ничего не выходит при определенных условиях, что человек не допустит нарушений, пока мы работаем. У него ни одного нарушения вел себя идеально. Администрация ходатайства поддержала, исполнительных листов в колонии не было. Но суд, как многие понимают, суд иногда находит к чему придраться. В данном случае придрались тому, что в первые 4 месяца по прибытии в колонии он не принял мер к трудоустройству и получению поощрения. Также не признал вину и не раскаялся в содеянном. И плюс, что оценку ему поведению дали при рассмотрении ходатайства ранее замене наказания более мягким видом. Что там суд оценил, что он недостойный. Такого мы еще ни разу не видели, но тем не менее. Все, каждый в отдельности вывод, что не признал вину и не раскаялся в содеянном, незаконен. То, что не предпринял мер к получению поощрения и трудоустройству, незаконен. То, что оценку уже давали ранее, также незаконен. Ослуженный согласно закону не обязан иметь какие-то особые заслуги и достижения перед отбыванием наказания для решения вопроса Абудо. Ослуженный не обязан признавать вину и раскаялся в содеянном, поскольку он тем самым пользуется правом предоставленными Конституциями. Сидеть против самого себя согласно статье 51 Конституции. То есть, все это указано в пленуме Верховного суда Абудо и Замени наказания, а также в ряде определений и постановлений Конституционного суда. Но часто, как бы, судьи этого не видят. К сожалению. Но адвокаты, которые имеют опыт побед по таким делам, легко с такими делами справляются. В принципе, имеющим опыт побед адвокату, конкретно с делами, где человек не имеет взысканий, не должно составить проблем, справиться вообще ни капельки. Поэтому, понимайте это, знаете, ищите адвокатов, которые имеют победы по похожим делам, обращайтесь к ним. Самостоятельное обжалование, как правило, не дает никаких результатов и не даст. Потому что это вам не просто описать обстоятельства и указать, что это было незаконно. Нужно приводить и обосновывать каждый вытач, какую суд провел работу, какую нет. В данном постановлении суд вообще не раскрыл сведения личности осужденного, не раскрыл сведения из разных характеристик, не дал оценку им в совокупности. В принципе, ничего не дал. Перечислил коротко все и сделал вывод, что преждевременно условно-досрочное освобождение. И все. Нам это нравится иногда. Иногда нет. С этим ничего не поделать. С этим нужно просто грамотно работать. Понимайте это. Если что, обращайтесь или ищите адвокатов, которые имеют победы по похожим делам. Интересуйтесь у них, их практикой. Это особая часть залога успеха. Всем удачи в делах. Пока.